Приветствую вас, прежде всего, позвольте сказать вам о том, что перемена представляет собой сильнейшую травму, сильнейшую психотравму, которая губительно сказывается как на самом вашем человеке, то есть губительно сказывается на партнёре, что для жены, даже если она этого не говорит, это всё равно такая же сильнейшая травма, как и для вас, вот, и это, ну, это желательно бы понимать хорошо. Следующий важный момент касается того, как вы сами восприняли измену своей женщине, как вы сами интерпретировали её поведение, да, её какой-то вот поступок и что вы о нём думаете. Это очень важно, потому что, потому что от того, как вы это видите, от того, как вы это воспринимаете, от того, как вы интерпретируете то, что происходит, зависит ни много ни мало будущее ваших отношений. И я сейчас не шучу совершенно, потому что, значит, ну, если произошла такая ситуация, что ваша жена вам изменила, вот, то произошло это, ну, явно потому, да, что она была чем-то неудовлетворена, вот. И её неудовлетворённость жизнью может быть своим каким-то состоянием, которое у неё было, да, и так далее. Её неудовлетворённость этим, по сути дела, и привела к тому, что она вам изменила, что изменила, собственно говоря. и то, что нужно вам в этой ситуации сделать, то, что нужно вам в этой ситуации произвести, это попытаться понять, попытаться понять, почему так произошло. такое стало возможным вообще для вашей, ну, для вашей супруги. И вот уже тогда, исходя из этого, можно будет делать какие-то выводы. Можно будет, ну, обдумывать то, почему она так поступила, и что дальше вам можно будет делать вообще в этой ситуации. в целом. Ага, значит, следующий момент. Следующий момент касается того, значит, как вы восприняли то, что произошло. Вот. Что для вас это значит, что означает, и почему. посчитали ли вы себя ущемлённым? Если да, то в чём, как именно? Вот. Если у вас обиды на жену свою, если да, то в чём? Почему? Знаете, если тебе обидно не проработать, то ситуация будет такова, что вы не сможете, вы не сможете адекватно восстановить отношения со своей женой. Вот. Сейчас вам действительно нужно оставить её в покое и просто-напросто анализировать себя, своё поведение, то, что вы делали по отношению к ней. И подумать, что из этого ей могло бы не понравиться и это поменять. И во следующую встречу, если у вас такая будет, показать ей это, показать ей то, что вы реально действительно поменялись. Показать ей, что вы реально действительно изменились. изменились. Показать ей, что вы действительно реально стали, ну, другим человеком. Например. Например. Другим человеком вы стали. Вот. Знаете, какая штука? Вот это очень важно для вас. Ну, для того, чтобы вы как-то вот смогли и бы ситуации стали. Вот. Вопросов никаких вы не задаёте. Соответственно. Думаю, что просто вся эта ситуация, она побегла вас в щёк. Вот. Своего, ну, в своего рода шок. И вы теперь просто пребываете в растерянности, в беспомощности. Вот. Вот. И не знаете, как, как вам себя вести и что делать. Вот. Я вас понимаю очень хорошо. А, сейчас самое главное сохранять. Спокойся, выдержку. А, понять, что скандалами, криками, наскоками, нахрапами вы ничего не добьётесь. Вот. Свою жену вы таким образом от себя лишь только опугнёте. А делать этого явно не стоит. Надеюсь, вы понимаете, что делать этого не стоит, явно. Вот. Ну, потому что тогда получится, что вы, в общем-то, всё испортите. Столько. Вот. И в этом, ну, не будет никакого смысла абсолютно. Вот. В этом не будет никакого значения для вас, опять же, именно для вас никакого значения, никакой пользы. В этом не будет именно для вас. Вот. И, соответственно, если для вас в этом никакой пользы не будет, то есть смысл задавать, например, вопрос вас на эту тему тоже не имеет смысла тогда. Если вы сейчас будете, допустим, рвать, метать, да, и, значит, ну, как-то пытаться свою жену задеть, да, подколоть и так и так далее. Вот. Вам это никакой пользы не принесёт. Как бы там ни было. Вот. Я на самом деле понимаю вас. Я понимаю, что вам тяжело. Я понимаю, что вам больно. больно. Я это всё понимаю. Но и вы тоже постарайтесь понять, что если мы хотим вам помочь, если мы хотим сделать что-то. Да, для вас нужно действовать, ну, как бы это сказать, системно действовать нужно. Системные действия, они предполагают что? Они предполагают анализ, они предполагают выдержку, они предполагают чёткость, они предполагают наличие цели. Ну, опять же, вам, как мужчине, я надеюсь, эта позиция будет достаточно блыска, потому что, ну, это, значит, должен быть ваш термин, ваш, так сказать, жаргон. Вот. И поэтому начните с плана. В первую очередь. Вот в первую, в первую очередь начните именно с плана. Чего вы хотите, что нужно и так, наверное. И потом, потом у вас будет уже чёткое понимание того, что нужно делать, что можно сделать, а чего делать, например, не нужно и нельзя и нежелательно вообще. Понимаете? Итак, вы избежите, вот, сможете избежать негативных, ну, каких-то проявлений, а именно, вот, по отношению к своей жене. Да? То есть вы сможете, ну, не навредить. Вот. Там, пожалуй, главное, что вы сможете просто-напросто не навредить себе, да, и добиться своих целей. Вот. Ещё раз. Старайтесь понять, что ваши обиды, да, ваши обиды, вот, какими бы они ни были, это ваши обиды. Ваша жена сделала это не для того, чтобы вас как-то задеть, унизить или что-то ещё. Ваша жена, скорее всего, сделала это от безысходности. Вот. Ну, как правило, женщина изменяет только, когда её, ну, не слышит, когда её не слышит её мужчина. И делалось это, ну, то есть, вот, изменно, да, изменно, делалось это не ради секса, а ради получения определённых эмоций. Эмоции – это то, что важно, нужно женщине, и эмоции – это то, что стимулирует женщину, ну, условно говоря, вот. Поэтому не считайте, пожалуйста, услышьте меня сейчас, не считайте, что она вам изменила из-за того, что, ну, я не знаю, из-за того, что хотел там секса, что вы её там, не знаю, не удовлетворяете, да, вот, в этом сексе, и так далее. Нет, 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 и ещё раз – нет. Дело здесь совершенно не в этом, не в сексе дело. Поэтому, если для вас это возможно, то не считайте, не принимайте на свой счёт, что это произошло с вашей женой, вот. Женщины – это во многих случаях, как ребёнок, вот, и ведёт себя, как ребёнок, и желания свои выражают тоже, как ребёнок, да, через какой-то вот бунт, через какой-то вот такой взрыв, да, когда вроде бы всё хорошо, но в то же время возникает какая-то ситуация, и выясняется, что нет, на самом деле всё не так хорошо, всё немножечко иначе, всё немножечко по-другому, всё не так радужно и не так здорово. Вот. Но относиться к этому нужно спокойно. Вот. Я желаю вам терпения, выдержки. Надеюсь, что мой ответ смог вам. Если он понравился, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. ...